Хочу сказать об удивительных людях, которые жили и сейчас живут. Это те люди, которые жаждали перемен. Они стремились к тому, чтобы отношения между людьми были лучшими. Чтобы люди просто жили, обретая душевный покой. Они этого жаждали так, что готовы были ради этого отдать все. Чтобы жизнь не только их личная изменилась, но и жизнь целой страны, нации или государства. Я хочу, если мы посмотрим в Библию, то есть там такое удивительное явление, которое Библия называет ее Назарейством. И кто читал Библию, тот уже что-то знает об этом. Но я сейчас прочитаю, что об этом конкретно говорит Библия. Числа, шестая глава, здесь написано так. «Как и сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сыном Израилю и скажи им, если мужчина или женщина решится». Обратите внимание именно на это слово «решится». Решится. Какое должно быть решение? Дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу. Дальше. Что он должен? То он должен воздерживаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксуса, ни вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда. Не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни Назарейства свое он должен, он не должен есть ничего, что делается из винограда, из зерен до кожи. Дальше. Во все дни обета Назарейства бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновениям к отцу своим или к матери своей, или к брату своим, или к сестре своей. Не должен он скверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Посвящение Богу на голове его. Очень интересное заявление. И я думаю, что все, кто пришел сегодня в этот зал, вы желаете, чтобы пришли какие-то перемены в вашу жизнь. Просто иногда мы хотим, чтобы все менялись, кроме меня. Но Бог имеет разговор и к тебе. Слава Богу за это. Бог желает что-то менять. И у Бога есть совершенный план. У Бога уже все готово. Если мы открываемся для Бога, эти перемены будут нашим достоянием. Мы, люди, живущие сейчас на земле, мы не первые и не последние. Люди жили до нас. Я читал это вроде бы история, история израильского народа. Я думаю, что вам было бы интересно знать, как они жили. Они жили, будучи отделенные для Бога. Бог избрал этот народ. Но временами эти люди отступали от Бога, евреи, и поклонялись же Богом или идолам. Причем Библия говорит, что временами было такое отступление от Бога, что они поступали хуже окружающих народов. Я не знаю, как вы сейчас смотрите на современное христианство. Каким вы ее видите, я не знаю. Но послушайте. Это был народ Божий, который иногда так поступал. И кажется, где же Бог? Какой выход? И что делать? И вот когда они так поступали и жили, они оказывались или попадали в плен, или в зависимость от других народов, другими словами, в рабство. Не они побеждали, а побеждали их. Они были завоеваны другими государствами. И вот когда они попадали в это рабство, когда их жизнь становилась невыносимой, что-то происходило тогда. Бог подымал Назареев. И эти люди, подымаясь, приносили освобождение не только Израилю, но просто совершенно изменяли ситуацию и жизнь. Слава Богу за Назареев. Вы знаете, у нас сегодня праздник жатвы. И один из законов, жатвенных законов, он говорит так, «Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто щедро, тот щедро пожнет». Все зависит от посева. Что мы посеяли, то мы можем пожать. Причем, если мы это делаем хорошо, щедро, то мы будем щедро жать. Иногда нам хочется при минимальных вложениях иметь стопроцентный результат и даже больше. Но все зависит от посева. От наших вложений, от нашей отдачи. Если вы желаете, чтобы ваша духовная жизнь изменялась, если вы желаете, чтобы жизнь в церкви изменилась, это Слово Божие к вам. Если вы желаете, чтобы ваша семья изменилась, ваши взаимоотношения, это Слово к вам. У Бога есть выход. У Бога есть решение. Еще когда в Израиле все было хорошо, Бог этот дал закон, который я читал, закон о назарействе. То есть еще не было никакого отступления. А Бог говорил к израильскому народу, говоря, «Если кто-нибудь из вас решится посвятить себя в Назарее Господу». А дальше я читал, то Он должен. То Он должен. Значит, первое, нам надо решиться. А потом послушайте еще раз, что Он должен. Первый момент воздерживаться от вина и крепких напитков, и не употреблять ничего, что было связано с виноградом. И это в стране, где много было винограда. И это в той стране, где люди много пили. И именно здесь Бог говорит, что кто решится, тот должен так жить и так поступать. Представьте этого человека, решившегося на празднике. На любом празднике. Все люди радуются, веселятся. А он сидит уединенно где-то там и молчит. Он невольно возникает вопрос. «А что ты? А что с тобой?» И когда они обращались к этому человеку, у него был один ответ. «Я посвятил себя Господу». А ему говорят, а что случилось? Он говорил, видите, в народе Божьем отступление. Я вижу, как Израиль удаляется от Бога. И в моем сердце поднимается ревность. Я понимаю, что народ Божий, он не должен жить так. Все должно быть по-другому. Бог от начала, когда отделял нас, Он имел в виду совершенно лучший удел и совершенно другие отношения. «Поэтому я хочу, я этого жду, я этого всей душой желаю, и поэтому я посвятил себя Господу». То есть, другими словами, Он выделялся на фоне других. Он был другим, Он не делал то, что делали другие. Как это относится ко мне или к нам? Если вы хотите, чтобы что-то изменилось в вашей жизни, или вокруг вас, вы должны быть другими. Вы не должны быть такие, как все. или делать то, что делает большинство. Но вы должны действовать так, как говорит Библия. Есть такой стих. «Другим позволено тебе нельзя». И вы знаете, мы удивляемся, почему. Вот это почему связано с серьезным служением Богу. Второй момент. Библия об этом моменте говорит так. «Бритва не должна касаться головы Его, должен растить волосы на голове своей». Что удивительно, что эти обеты, это не было в законе, это не было обязательным для еврейского народа. Это был выбор, это было решение, это было дело добровольное. Но когда в человеке что-то пробуждалось, и в нем закипала вот эта ревность, поднимались эти люди, принимали решение и говорили, «Я хочу быть Назареем Господу». И что я сейчас прочитал, у этих Назареев был странный вид. И я не удивлюсь, если можно допустить такую мысль, что люди смеялись над ними. Они просто не касались ничего, что касалось головы. Они никакой стрижки не принимали. Вы знаете, когда сейчас посмотришь на современный мир, то мы можем что-то увидеть, какую-то параллель. Люди, которые видели, они тоже спрашивали, почему не подстригаешься? Почему? А он говорил, «Я хочу, чтобы вокруг меня все изменилось». Вы знаете, если сегодня говорить только о прическах, как люди сегодня выглядят, или как они стригутся. Удивительное явление. Не только сейчас, но и раньше было. Некоторые люди просто, знаете, как бы носили прическу такую под Иисуса. Это значит, длинные волосы, они такие все заросшие, странствующие проповедники и так дальше. То есть люди как бы внешне хотели вроде бы что-то явить, показать, но без посвящения Господу. И поэтому волосы были длинные, но вообще в сути ничего не менялось. Потому что вначале должно быть отношение с сердцем, а потом уже все остальное. Сейчас большинство вообще как-то стригутся так, как кругом называется, по кругу. И если вот этого человека просто подойти и спросить, а почему ты так стрижешься? Не знаю, вы получили бы разумительный ответ, но может быть, это было приблизительно так, что мне нравится, я как хочу, так и ворочу. То было время, когда просто вот так полностью лишали волос мужчину, когда только в тюрьмы сажали или просто отправляли в армию. И все жили одной мечтой, когда же они в конце косово отрастут. Все остальное было стыдом и позором. Но жизнь идет, и все меняется, правда? Но я хочу вам сказать, что в каждой прическе это желание кому-то или чему-то подражать. Я сегодня говорю Слово Божье, а это Слово, это та истина, это те стандарты, по которым мы должны жить. Итак, когда эти люди видели, что народ живет в отступлении, люди удаляются от Бога, они просто, горя любовью к Богу, они поступали все совершенно по-другому. И вы знаете, что было потом? Когда волосы отрастали, начинало помазание Божье действовать в их жизни. И когда это помазание исходило на них, во время трудностей и испытаний люди обращались к ним за помощью и советом. То есть было время, когда люди жили так, как им хочется и нравится. Но когда Израилю становилось невыносимо тяжело, они взоры свои обращали к Назареям. Так было и так будет. Может быть, кто-то по поводу твоего поведения сегодня над тобой просто посмеивается. Придет время, они будут слушать вас. Они будут обращаться за помощью к тебе. Бог, Он наблюдает за словом своим, чтобы все исполнилось, что там написано. Третий момент. Они не должны прикасаться к мертвому. Это было очень серьезно для жителей Востока. Там были трагические похоронные процессии. Нанимали плакальщиц, не музыкантов, а плакальщиц. Люди плакали, рвали волосы на своей голове. Это было трагическое прощание. И вдруг находились люди, которые, присутствие там, не подходили не только просто к мертвому, но даже к маме, к брату. Все спрашивали, что ты делаешь? У них был один ответ. У меня есть решение Богу служить. Ему говорили, оставь эту чепуху, это мат твоя. Оставь это. Подумай, что ты делаешь. Я думаю, кто-нибудь меня понимает. Иногда нам говорили, а если мат твою там на твоих глазах будут убивать, что же ты будешь делать как христианин? И вот здесь что-то подобное. Это же твои. Но Назарей, он просто сидит невозмутимый. Почему? Потому что он посвятил себя Богу. Что это значит для нас? Мы не должны прикасаться не просто к мертвому человеку в данный момент, но мы не должны прикасаться к мертвым делам этого мира. Мы не должны соприкасаться с тем, что несет нам не жизнь, но смерть, ибо похозажавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Если вы хотите жить, то вы должны просто ограждать себя от всего того, что может эту жизнь вас убить. Итак, еще разочек хочу сказать о том, что я уже сказал. Если здесь написано, что должен человек отказаться от вина, если он посвятил себя что? Господу. Это говорит о том, что наши дела и наши поступки должны отличаться от дел мирских. Ты не должен делать, что делают они. Тебе трудно выделяться из толпы, но если ты хочешь и жаждешь перемен, они возможны для вас, но ты должен встать в сторону и сказать Бог мой, защита моя, я его люблю и я ему посвящаю свою жизнь. Длинные волосы, которые тогда они носили, они говорят нам о том, что внешний вид наш должен отличаться от других. Слышите меня, христиане, дети Божьи? Это очень больной вопрос в христианском мире. Сегодня можно сказать, все сделано возможно, чтобы это отличие убрать и стереть. И вообще безнравственно многие одеваются и бесстыдно. Вы это лучше знаете меня. Но еще хочу вам сказать, что внешний вид христиан, он должен быть на своем месте. Вы скажете, почему это так важно? Я вам просто скажу пример. Обычно как мы оценяем друг друга, как мы можем оценить человека? Узнать, оценить, потому что он говорит, вы согласны? Потому что он делает. И третий момент, как он выглядит или как он одевается. В христианстве очень такой есть авторитетный стих. Бог не смотрит на лице, а смотрит куда? На сердце. А человек куда смотрит? На лицо, правда? Ага. Значит, мы ту часть, которая относится к Богу, мы просто принимаем от души. Но я еще раз хочу вам повторить, что Бог, человек смотрит на лицо. И так как он смотрит, так он и оценяет вас, меня и всех нас. Моя тема сегодня не это. Я не против, чтобы вы красиво одевались. Но иногда просто женская половина одевается так, что у меня уже кое-что видно, а если хочешь, можно увидеть и больше. Такое бывает. Но я хочу просто не то, что я хочу праздник обижать женскую половину, я хочу сказать чуть-чуть и мужчинам. Вы знаете, я был вчера на конференции и некоторые вот так просто, я хочу думать, что это не наши. Кто-то в женсах там, ну, просто те, а кто-то на выпуск все. тоже не знаю, как это назвать. Но люди смотрят куда? На лицо. И они делают выводы, что ты из себя представляешь. Поэтому я просто девушкам, сестрам хотел сказать, если вы хотите выйти замуж за такого, знаешь, несобранного, такого, расхлябанного, то вы их можете увидеть сегодня. Но я вам не советую. Мы должны быть собраны, мы армия Христа. Аллилуйя. Мы не должны подражать тому, что делает сегодня мир. Они все приспускают. Одеваться красиво я не против, но, пожалуйста, не должно быть никакого бесстыдства. Не должно быть, если ты хочешь, не просто называться христианином, но быть. Все должно быть по сути. Все должно быть красиво. Все должно быть привлекательно. Мы должны свидетельствовать этому миру, окружающим нас, что есть совершенно другая жизнь. И эта жизнь возможна для вас в Иисусе Христе. Еще один момент. Мы не должны прикасаться к мертвому. Что это значит для нас? Мы не должны жить так, как живет этот мир. Мы не должны просто прикасаться к мертвым делам этого мира. Вы скажете, что это просто? Нет, не просто. Это определенная цена. Это определенная жертва. Это та цена, которую платили на зареи, посвятив себя Господу. Ошибаются те люди, которые верят или думают, что христиане или в церковь входят только слабохарактерные люди. В которых что-то случилось или не состоялось в жизни. Нет, уважаемые, уважаемая аудитория, Богу могут служить только сильные личности. Сильные личности, сильные люди, способные идти против течения не ради войны, а ради того, чтобы явить совершенно другую жизнь. Я не живу так, как другие живут. Я хочу, чтобы в других жизнь поменялась к лучшему. Я призван, мы призваны быть светом и солью для этого мира. Мир идет к своему концу. Но если кто-то из вас сегодня решится посвятить себя Господу, это не есть посещение церкви по воскресеньям, а это есть сердечное отношение и любовь твоя личная к Богу крепкому и живому. Аллилуйя! Это связано с серьезным решением и посвящением. Поэтому посмотрите, люди, которые жили в то время, они радовались, веселились, они смеялись до времени, но когда приходила беда на Израиля, когда все это случалось, все взоры были устремлены на тех, кто были другими, как мы их называем, это были назареи, посвятившие себя Господу. И вот, когда ситуация в стране была невыносимая, в определенный момент Дух Божий начинал двигаться в этих людях, я приведу вам пример хотя бы один Самсон, кто-нибудь знает что-нибудь о Самсоне? О нем написано «И начал Дух Господень действовать в Самсоне». И именно благодаря Самсону израильтяне получили полную победу и свободу от филистимлян. И он в течение 20 лет был судьею в Израиле. Поэтому сегодня возникает вопрос для нас Как вам кажется нуждаемся мы сегодня в Назареях или нет? Что вы думаете? Библия говорит, что скупо сеет, то скупо и пожнет. Все стоит определенную цену. Все что сейчас я проповедую и говорю, я хочу вам сказать очень искренне стоит за это платить. Стоит так жить. Потому что когда ты видишь, что жизнь твоя она служит тем, что окружение твое меняется, когда ты приносишь благословение ближнему, когда ты способен кого-то утешить или ободрить, я хочу вам сказать, что стоит ради этого жить. Я не знаю лучшего служения, я не знаю лучшей работы, как служить Богу и ближнему. И я это делаю от души, хотя все, что связано с людьми, это всегда трудно, потому что там, где есть люди, там всегда будут проблемы, но я знаю, что есть живой Бог, который силен и помочь, и благословить, и поддержать. Поэтому если вы хотите что-то дать своим близким, знакомым, друзьям, если вы хотите, чтобы ситуация поменялась там, где вы живете, в Библии написано пастырь добрый полагает душу свою за овец своих. Я знаю, что большинство из вас не против, чтобы пастыря так жили и полагали свои души, правда? Но я хочу, чтобы все вы зажглись этим огнем. Если ты желаешь перемен, полагай душу, посвящай этому время, отдавай свои силы, не расточай свои силы на чепуху и на грех, они больше к тебе не возвратятся. Бог дал тебе молодость, Бог дал тебе шанс, Бог дал тебе жизнь, и сегодня Он хочет помочь, сегодня Он хочет все восстановить. Безусловно, иногда мы в нашей христианской жизни переживаем трудные периоды в нашей духовной жизни, поэтому я сейчас понимаю, что сегодня как никогда мы нуждаемся в том, чтобы поднялась целая армия назореев Божьих, чтобы жатва, которую мы будем праздновать через год, она была вдвойне благословенна, чтобы ты просто сегодня, может быть, посвящая свою жизнь Господу, а я хочу вам сказать, что многие из вас уже это сделали, принимая водное крещение, это было ваше обещание служить Богу в доброй совести, это хорошо забытое старое, и как сегодня важно это вспомнить, а может быть, даже обновить наши обеты, чтобы все вокруг изменилось, почему назореи предоставляли Израилю победу, потому что на них была сила Божья, сегодня невозможно что-либо изменить без силы Божьей, но эта сила существует и она реальна, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, но чтобы эта сила снизошла, надо просто ревновать о том, чтобы не просто жить для себя, жить как тебе хочется, а жить так, как предлагает тебе Бог, иначе я не вижу смысла жить, жить, чтобы удовлетворять свои потребности, жить, угождая своему эгоизму, мы созданы служить любовью ближнему, и Бог сегодня желает видеть жаждущих и желающих эту цену платить, посвятив себя Господу. Вы знаете, мы читаем Библию, мы восхищаемся тому, что делал Бог в то время. Какие были чудеса, правда, восхищаемся? Мы удивляемся тому, почему, например, чего-то нету сейчас, что было тогда. Я вам скажу, одна женщина пришла к Иисусу салавастровым сосудом, помните ее? И все, чем она обладала, она помазала ноги Иисуса. Христос сказал, везде, где будет проповедование, Иван, будет сказано в память о ней. И вот сегодня уже две тысячи лет, как люди это, как бы, читают. Но что интересно, это было тогда давно, но это благоухание того мира, оно и сегодня распространяется по миру, изменяет и жизнь сердца. Почему это возможно? Как это можно так жить? А это возможно только потому, что она посвятила себя Господу. Она отдала Богу самое дорогое, она отдала Богу свое сердце. Возьмите эту бедную дубну, помните, которая больше всех положила. Многие проповедники вспоминают и читают о ней. Но я хочу вам сказать сегодня, благодаря той вдове, которая в то время пожертвовала что-то, христиане всего мира миллиарды пожертвовали на Царство Божье, желая хотя бы частично подражать ей. Сегодня у нас тоже есть достойные примеры для подражания. И сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы молиться одной молитвой, молиться за тех и с теми, кто действительно сегодня готов решиться. Незавтра, никогда не будь, если получится, но сегодня, если кто из вас решится посвятить себя Господу, то он должен. И я этот путь предлагаю сегодня тебе. и тогда на жертвенное служение придет огонь с неба, придет сила от Бога, и все изменится в твоей жизни в церкви. Бог этой жизни желает видеть в каждом из нас. И если мы сегодня не поднимемся, то мы можем просто говорить часами и днями, что жизнь становится все хуже. христианство там, оно не на своем может быть уровне, не такое, как должно быть. Мы можем петь плачевные песни, но ничего не изменится. Ничего не изменится пока пока Дух Божий не начнет действовать в конкретном человеке. Аллилуйя! Вы знаете, что дьявол он убивает и он лишает человека волос и силы. И поэтому многие в церковных собраниях как обстриженные сапсоны. Кого-то там убаюкала Долида и лишила всякой силы через грех. Кто-то соприкасается с вином надеясь, что все нормально, все получится. Кто-то еще какими-то делами занимается, я не знаю. Но кто-то отнимает или отнял твою силу. Есть Бог, который дает. И я хочу просить, вы чувствуете сейчас в своем сердце, что что-то в тебе растет, что-то поднимается, кто-то тебя зовет. В твою жизнь должна прийти перемена. Если вы это чувствуете внутри себя, я прошу вас, откликайтесь на призыв Святого Духа. Как птицы откликаются, слышат друг друга, так Бог, который дал тебе Духа жизни, Он желает сегодня достичь твоего Духа. Он желает сказать тебе, это я к тебе обращаюсь, я тебя зову, я жду, когда ты встанешь, когда ты поднимешься. Я знаю, братья и сестры, что среди нас есть эти будущие назареи, которые принесут свободу не только отдельным личностям, но городам и даже странам. Но вы не должны быть в этом безучастны, вы не должны стоять в стороне, надеясь, что кто-нибудь когда-нибудь сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. И я заканчиваю, хочу сказать, если кто-то из вас решится посвятить себя Господу, вы можете сделать несколько шагов веры, выйти вперед и сказать, Господь, я слышу, я посвящаю, ты можешь на меня рассчитывать, я тебя не подведу, я сделаю все возможное, чтобы жизнь не только моя, но жизнь моей церкви, жизнь в моем городе совершенно изменилась. Да благословит вас Бог во имя Иисуса Христа. Аминь.